Добрый вечер! Это Покер! Вечерний Покер и Суперфинал! Давайте знакомиться с нашими супер-купер-игроками! Танцор, хореограф, актер, телеведущий Евгений Попунуишвили! Генеральный директор Европейской медиагруппы Роман Емельянов! Чемпион мира, Европы и России по русскому бильярду Юрий Пощинский! Главный по покерным стримам Михаил Минтон! Победитель отбора на участие в вечернем покере, а впоследствии победители второго сезона Магомед Масоев! Дважды победитель отбора на участие в вечернем покере Батор Дашьян-Жибон! Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски! Вечерний Покер! Добрый вечер, дамы и господа! В основном господа и дамы! Мы рады вас приветствовать сегодня в вечернем покере! Это особенная игра от лица всех продюсеров Миши Семина, Артура Восконяна, от всей съемочной группы, которая три года готовила этот проект! Я вас поздравляю, потому что вы лучшие! Ну, когда я говорю «вы», я говорю и «мы», потому что я тоже сейчас займу место за этим столом! В течение трех лет лучшие покеристы мира! Я, когда говорю эти слова, это не просто воздух, действительно, Трутейлер, Мартиросян, Филатов и, казалось бы, ну кто, Заиченко, да? Они могли оказаться сегодня! Но нет, класса не хватило! Здесь находятся действительно лучшие из лучших! И сегодня мы поборемся за уникальный совершенно приз, за вот этот перстень и за звание абсолютного чемпиона вечернего покера! Да! Я желаю вам удачи! Спасибо вам! В честь финала у каждого из вас по миллиону фишек! Игра будет напряженной! Будут танцы, я так понимаю! Мы желаем вам удачи! И пусть победит везейший! Поехали! Спасибо большое! Турнирный директор Артур Восканян! Жестко! Давненько я тут не сиживал! Правила напомнишь? Так, где моя рисочка-то? Вот моя рисочка! Вот твоя! Нет, вот моя рисочка! Вот твоя рисочка! Вот моя рисочка! А это чья? А это ничья! Ну, если даже Артур не нашелся, что у нас сказать, то, наверное, и мне нечего добавить к религендарному спичу великого Романа Емельянова! Сразу вслепую! Вот эти по 25! Это самые большие, да? Вот эти по 10! Вот эти по 1000! А дальше уже накатный пойдет! Вон и что, Михалыч! Да, это суперфинал, к которому мы шли три года! Ясно! Дело, ты что не понимаешь, что происходит? Блайнд – это что такое? Что такое блайнд? Да! А вот эта прямоугольная штучка зачем тут? Понятно, знаем мы такие! Слушайте, у меня такой опасный стул, ну ладно! И соперники опасные! Поехали, да! Уф! Сейчас где-то не спит Артур Мартиросян, смотрит эту трансляцию! Да, с тритона убежал! Сразу сразу не хочу 4! Ну, хорошая рука для первой раздачи суперфинала! Ну, блайнды у нас 2000-4000, стейки по миллиону, так что рейс 10 000 – это всего рейс 2,5 блайнда! 10 000, да? Да! Ну-ка, крутить дважды можно сразу использовать? Хорошо, 10 000 – так 10 000! Я не знаю, есть ли среди наших зрителей те, кто все до единого выпуски посмотрел, напишите, пожалуйста, в комментариях, если кто-то из вас такой имеется. Ну, а после этой раздачи я напомню, как эти ребята здесь оказались. Боится, уже задрожал, затрепетал. То 10, а то 20, а какая у меня карта, я забыл. Да, я вообще другую карту играл, я чек. Чек. Я перепутал. Чек. Чек. Я думал, у меня десятка, а у меня валет. А чек? Чек. Бубова валет. 18. 18. Когда-то нам всем было. 18. Я действительно думаю, что Роман перепутал свои карты, вряд ли бы он на палопе платил с 9.4 черными на такой доске, не имея ничего. Наверное, лучше у него 9.10 или 9.8. Я хочу скорее проиграть и посмотреть там нормально, чтобы посмотреть оттуда. 18 – это очень много. 105. 18. 18. 18. 18, что ли? Я так напряженно не начинаю. Нету такой карты, с которой я мог бы выиграть. Пульса Магомеда зашкаливает. Есть, почему нет. А, король Хаэрт, тогда я взял, да. Повезло. Повезло. Ну, я чувствую, что поэтом все. Чистое, чистое везение. Чистое везение. Ясно. По пятой паре. Да. Понятно. Ну, по пятой паре ладно, на флопе. Конечно, удивительно, что спустя шесть лет, в один день мы могли все собраться, да, вместе. Так это кто-то мог быть занят, например, по-щински. Хотелось бы, чтобы он был занят, но нет. Да, ну и когда за столом Роман Александрович, тут реально комментатору ничего рассказывать не нужно. Радиоромашка справится. Ну, мое дело все равно уже швах. Швах, я же уже первую раздачу выиграл, а нельзя было. Главное 4-9 побить. Ну, блин, с такими красавцами и не сыграть. Ты про двух фонетов у тебя или про нас с ментом? Про вас, справа. Ну, так карой получается. С такими красавцами и не сыграть. Я чек. А там три пики, да? Да. Ничего себе. Придики. Ну, по монофлопу вообще говорят, комбет надо ставить. Тогда 13 раз говорят. 13. В тот раз дороже было 18, поэтому я... Так, 18 уже было. Ну, да. Наставлю вас. Раз. Ага. Меньше становится соперников уже. Я чек. Чек. Три флеш-доска с Романа мне очень не нравится. Я помню, она в последний раз 10 тысяч долларов у меня забрала. 25. 25. 10 тысяч долларов, это, видимо, в турнире в онлайне схлестнулись. Минтон и Р. Ромашка. Ставки такие большие. Зачем миллион дали? Пугает меня. 25. Не буду. Не буду. Не буду. Не буду. Не буду. Роман просто машина. И что? Не знаю, я думаю, показываю карту просто. Ага. Такие правила. Зря надо было. Все. Ну, семерку трев Миша показал. Все, она началась. Все. Все, я в тильд. Ну, ты первый выиграл, Роман. Ты все равно в плюсе. Пока да. Так что предлагаю разойтись сейчас. Да, да. Крова. Ну, по факту Роман выиграл и заколировал по пятой паре, был прав. И сейчас выбросил вторую пару с лучшим кикером и тоже был прав. Причем вот когда он уже одну показал, стоп, а вот покажи вторую. Пас. 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 Ну, такая карта, такую карту я сбрасывать не имею права. А планируется вообще хоть что-то сбрасывать вопросами? Девять. 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 Раз, девять. Я постараюсь участвовать в 100% раздач, попробуем участвовать. Посмотрим, что из этого получится. Ведь такого еще не было, наверное, у нас на проекте, чтобы человек... В пип. 100%? Да, 100%. У нас Алмаз пытался. 100% раздач никогда даже Роман не играет, но накануне в онлайне я у него в BPIP видел 69. Ровно то, что выгравировано под сердцем у Ильи Трифонова. Заруба будет. Будет заруба. То есть Роман разыгрывал больше, чем... Чет. Две руки из трех. Если быть точным, 69 рук из 100, если мы столько сегодня сыграем. Ну, здесь логично, что на флопе ставку продолжения Роман сделал, выбивал бы какие-нибудь там 8-7 и так далее. Блефануть, что ли? А дальше правильно сдается. Ой, я вслух это сказал. А как блефовать, как хорошо. Да, ну сдается на терни, а на ривере, видимо, все-таки будет пытаться украсть. 75. Опа! Пас! Пас, 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 пас. Опа! Двоечка. Ну, вторая такая. Ого! Это самые быстрые 25-75 в жизни были. Мы и тишечки туда ушли. Мне кажется, на ривере тоже надо было сдаваться окончательно, потому что туз-туз здесь, ну, может, у наших соперников руки такие, типа, король валет, король дама, дама валет. Мы мало изображаем. Ну, чего у нас на танцевальном рынке происходит вообще? Какие новые движения? Все хорошо, а эти потом... Они новые движения. Ты все знаешь. Да, и слово пацана теперь, да, ты приходишь, бальный танц, там у тебя педагоги, эти ученики дорогие, там, олигархические, они говорят, покажи нам вот это, как это вот. И снова седай, да. А ты не умеешь, так не бойся. Ну, Евгений Папунаишвили много, что и в покере умеет. Он запомнился своей активной творческой игрой. Как давно это было, прав Роман? Восемь. Рейс восемь. Да, но я-то свою задачу продолжаю выполнять. Но если говорить о соперниках, Роман, пожалуй, что стал победителем самого сильного финала сезона. Напомню, что Роману противостояли в финале первого сезона такие игроки, как Тимофей Трутеллер-Кузнецов, Виктор Лимитли, Смоленовский, Андрей Кот, Спартак. Шестнадцать. Семин, видишь, да, какую я карту сбрасываю? Просто вообще уникальную. Как я с ней зашел-то вообще. То есть три топа, которых победил Роман. Ну что, поздравляем с первым банком. Ю-ху! Когда вспоминают Семина, сразу про ту семь, думаю, до сих пор. Хотя, возможно, это уже давно не его рука. Давно нету руки Семина больше вообще никакой. Вся рука не его. Нет, рука у Семина на месте, все с этим в порядке. Спасибо за заботу. Ну, правильно, ничего. Кстати, он столько всего хорошего там сказал и нужного, что информацию подчеркнул больше, чем за полгода на различных других стримах. Он больше там общался, чем играл. Очень много всего интересного рассказал. Спасибо, Юрий, на добром. Ну, а Евгения Попунаичвили, те самые ТУС-7. Да, конечно. Тебе понравилось, Женя, да? То есть, ну, вставишь и выигрываешь. Я понял. Понятно. У меня в ПИП ноль пока. На, мальчик. На что? Я держу. На двоих 50-го зато. Да, ну, Роман придерживает своего обещания. 7-2 разномастные заводит. Там 24 летела. Вот дисциплина, Миша. Даже 4 не достает. Да, да. Там совсем не годится. Роману эту раздачу выиграть практически невозможно. Семерок в колоде нет. Две двойки нужно. Тебе незаметно. Одна двоечка есть. Чек. Ну, красиво будет, если здесь, может, из-под такой чудо-доминации Роман выбраться. Лукаво улыбнулся, Евгений. 16-й. Тут же не обязательно каждый раз ставить. Нет, и улыбаться не обязательно. Закрюкать можно. Опа. В этот раз и так все пошло когда-то. А что это? Да. Миша, не знаю. Флоп, то твой диапазон выброса, нет? Миша, не знаю, если честно, да. Чек. Чек. Ну, стоило 4 тысячи доставить. Ну, кстати, да. 8-3, две пары сейчас бы Мехон собирал. Чек. А для победы и одной хватало старшей. На флопе. Чек. Ну, ладно, чек. Чек, открывайте. Посмотрите бесплатно. Все там, на 3-8. О! Золотые. Ну, победные должны быть. Да, победные, победные. Топоры, смотри, топорами зарубил нас. Ты не принадлежишь. Она нас зарубил топорами. Ну, к сожалению, мы проиграли, как говорится. К сожалению, у нас все плохо. К сожалению, пятеро из нас сегодня проиграют. А с другой стороны, мы все победители. Да. Ведь проекту три года. Сколько за три года людей мечтало попасть за этот стол? Ты можешь себе представить? А попали только те, кто через постель. Сложно было. Мишка Семин в основном отбор проводил, конечно. Поэтому пришлось ему уехать. Срочно. Я только Минтона персонально выбирал. Остальные это не ко мне. О, нет. Не, ну сколько можно? Все. Я на такой играл все предыдущие, а ты сбрасываешь. Сыграйте вдвоем. Раз. Кол. Кол. Как на блайндах играете. Интересно просто. Опа. Здесь интересно посмотреть и на распределение участников по рулям. У нас два победителя отборочных турниров. Батор профессионал с недавних пор. Магомед любительный, довольно часто играющий. То есть два сателлитчика. Михаил Минтон-Яковлев. Профессионал, но с недавних пор безлимитным холдами. Какая тактика. Я сначала загоняю себя в полную жопу, а потом героически из нее выбираюсь. Обычно, а потом делаю рендри. Да. В условиях дискомфорта я чувствую себя лучше. Это, кстати, нормально. Меня тоже знают с коротким стеклом. Но там можно выживать. Тут и нет смысла выживать. Евгения Попунаишвили и Роман Емельянов. Сто процентные представители творческой интеллигенции. Но при этом мы с вами отлично знаем, что Роман наигрывает дистанцию куда больше, чем многие из нас с вами. Пора, Юра. Правда, в основном это турниры по 10 тысяч, но зато всегда битва с самыми лучшими. Пас. В мире, в своей дисциплине. Ну, я думаю, по количеству титулов, может быть, и если другие дисциплины брать, нет. Оверолл будет. Нет, мне кажется. Да, где-то причем от всех максимальных. Поиграем. Но Юру любителям как-то не повернется язык назвать. Он все-таки регулярно участвует в живых турнирах, в интернете тоже нередко играет. Пожалуй, как раз года три назад Юре и стало покеру уделять ничуть не меньше времени, чем бильярду. Нарушать традиции не будем. Ладно, будем считать, что я всех вспомнил. Кто какой сезон выиграл, вы знаете. Какой любовный борт получился. Давайте внимательно слушать участников, они много веселого озвучивают. Чек. Чек. Любовный борт. Любовный борт. Ты мне среди... Чек. Чек. Тоже чек. Чек? Девятка есть. Твое. Я не мог такую сексуальную карту скинуть. Шесть девяток, кстати. Да. Да. Интересно. Роман Саныч, вот от нашей предыдущей встречи, когда мы играли в вечерний покер, у вас вышел прекрасный хит. Штрихи. Штрихи. Штрих-коды. Штрих-коды. Штрихи. А я вижу, вы глубокий знаток моего творчества. Штрихи. Ну, это штрихи. Это по Фрейду, оговорка по Фрейду. Не, ну, на самом деле... Леб, это просто вообще был двойной альбом штрихи и коды, как бы. Но просто Юра подслушал только первую часть. Да. Ну, тем не менее, замечательно у тебя получилось. Дай бог здоровья. И рекомендую. Он вам еще рекомендует это все. Рекомендую, друзья. Смотрите, что происходит. Вот зачем ты так сделал? Подумали, там, штрихи, переходи и сразу 35. Ну, Минтон явно это не на 7-2 сделал. Я смотрел его стримы. Обычно этим-то он не делает. Не, не, обычно. Ладно, Виктор. Не надо туза показывать. Что он делает, а? Он подразогнал. Я тебя блокировал. Опа. Она вторая хорошая была. Главное, вовремя Юра сказал, что не на 7-2, и двоечку всем показал Михон. То есть это была двойка с хорошим кикером. Да. Я правильно понимаю? Да, с перспективой. Да. О, смотрите, у меня уже 71. Я говорил, я до 40 уйду. Абсолютно. 69, 68, 66. Смотрите, что происходит. Я останавливаю сердце. Чье? Что-то такое мое отключил. 10. 10, 10, пас. Ну, конечно, помнишь, что продюсер... Здесь же можно пас делать, Магомед. Здесь же есть опция и пас, не обязательно же, обязательно вот ставить. Ну, давай разочек, что-то посмотри. 10, 10, 10, 10. Что это? 2,5 байна, стандарт. Да. Ставим. Ну, я че. Че. Опять у тебя дама король? Канал Россия, правильно я понимаю? Зарплата там, видимо, маленькая, но ты зато можешь поездить по миру. Правильно я понимаю? Нормально. Нормально платят даже еще. Еще тебе и платят за это. Да, неплохо. Охренеть, человек, работу нашел. Путешествует на халяву по всей планете, и ему за это деньги платят. Все, сука, работают год, чтобы поехать куда-нибудь в Суздаль. А, да, ну, очень дорого. А это, значит, ездишь, чтобы потом просто посидеть дома немного. А когда, что прикольного из последних стран было? Да, за бесплатно. У тебя там куда-то был Пакистан, по-моему? Пакистан, да, очень интересно было, конечно, такая. Хорошая. То есть так сам туда вот вряд ли поедешь, чтобы, знаешь, куда поехать. Ну, в мешки, я можно. В Пакистан поедешь. Поехать и потерять. Десять. Песня такая была. Еду в Пакистан. Начал. Так, десять. Ну, передохнуть раздаться. Ну, да, да, я знаю, что песня была «Еду в Магадан», но как раз у одного из покеристов Ник был в свое время «Еду в Пакистан». Кстати, хороший, крепкий регуляр, давно его не видел. Так, в прошлый раз Роме фулл-хаус показали, что сейчас будет. Опа. В этот раз фулл-хаус тоже мог к Роме показать. Любовный флоп. Продолжим. Ставка продолжения. Тридцать пять. Ясно. Ах, как больно, как больно. Мне больно. Со стороны Романа здесь техническая ошибка, надо было чекать вдогонку такой флоп. Здесь куда больше сильных комбинатов соперника на малом бланде. Там есть сыты всякие. Больно. В первую очередь познакомимся, пообщаемся. Ну и теперь придется сдаваться. А так бы чекали флоп и на терни комфортно калировали бы лид. Ладно. Небольшой. Да понятно, может быть их даже две было. Небольшой можно было бы выкинуть. Кто же знает-то. До эфира не узнаешь. Сетик, наверное, был. Через три месяца? Ну, я-то продюсер программы, я и раньше посмотреть могу. Если Роман не выиграет, может не выйти. А, что? Что говорить у него было? Извините. Я с Рубкой говорю. Ага, понятно. А в следующий раз можно раньше говорить? Да, спасибо. Ну, мы с вами знаем имя победителя суперфинала, но все-таки давайте несколько часов, несколько дней, недель понаблюдаем. Как Роман к своему кубку и браслету добавит перстень. Пас. 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 Очень досадно, что задержка у нас такая. Дума захватывает такие два монстра. По три месяца решили. Нельзя посмотреть. Такие же мои монстры. Чек. Подстроиться. Пас. Евгений бьет по тормозам. Ну, с такой скоростью Роман на флопе заплатил. Пятнадцать. Пятнадцать. Где не так много каких-то дро. Очень часто у него дама, четверка, шестерка, ну или хотя бы какие-нибудь семь-пять. Чек. Ну, показывай, если мне десять валет, черт возьми. Туз король. Туз король. Туз король. Это когти окружения. Это когти орлона. Нет, это когти петуха. Когти орлона масля. Да. Разномасляя петуха. Такое и не слышно. Ну, как это? Так, давайте как бы без оскорбления попробуем немножко. Нормальные когти. Запомнили. Я вошел в ту дверь. Ты там, мне кажется, атакуй, не атакуй, все равно бы калиров. Конечно, конечно. Весь миллион, если поставить, может, был бы шанс. Да, да, да. Ты в следующий раз попробуй. Страшно, а могут больше не дать. Ты вот каждый раз, когда с новой девушкой встречаешься, то же самое думаешь. А, я, да, десять, извините. Задумался. А новой девушке? Пас. Я женат. Счастливо. Пас. Поэтому и в карты мне не везет. Коу. Коу. Задим колом. Пас. Прекрасно понимаю, Роман. Нас таких двое. Я там, паса. Да, да. Это специальный турнир для людей с деменцией. Что, я хожу, да? Что, играем? Рейс тридцать девять. Это за деменцию. Ну, конечно же. Никогда уважающий себя Роман одномастные коннекторы не выбросит ни на какой экшен. Думаешь, со второго раза тут король собрались? Я не могу. Прочитано. Господи, такой наивняк, а. Такой наивняк. Моя? Да. Сюда лучше плотнее ставить, особенно против такого оппонента. Хотя бы полпота. Можно и 1060-70. В пару верю сразу. Ну, 30 маловато, но ничего не было у Романа. У нас поражение было. Пусть и не 100% рук играет Роман Емельевна. Альянов, но около 80 точно. Одну или две раза еще пропустил. Что было-то? Ну, скажи. Потом. Ну, потом все равно все узнают. Расскажи сейчас. Хорошая. Хорошая. Одна или две. Две. Вот карта такая. Вообще замазаться невозможно. Вообще шикарно. Пас. Ну, а Магомеду карта говорит, надо делать рейс. Пятнадцать. Рейс пятнадцать. Пас. 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 Ну, конечно же. Конечно, да. Конечно, да. Конечно, да. Конечно, да. Конечно, да. Бросить это невозможно. Это же просто золото какое-то, а не карта. Ну, есть перспективы здесь у Романа на победу. Чек. Ну, давайте так на ожидании. Нашечку такую вот. Ну, двусторонка у Романа. Но двусторонка и у Магомеда. Роман, когда блефует, обычно ставит в интернете очень быстро. И небольшую ставку. Тысяч двадцать. Будет ли он блефовать в офлайне? Пятьдесят пять. Опа. Точно. Это был блеф. Восемь хай. Да. Видите, или я в Романе Александровиче перестал разбираться, или он скорректировал свою игру. Здесь и долго думал, и поставил очень плотно, полярно. Красиво. Сейчас я создал себе охреновую репутацию. Теперь меня будут все время проверять. А я теперь по карте буду играть. Это же тонкое психологическое. Кто поверил, оставьте комментарий. Надо было вложить в эту всю фигню. Ставьте колокольчик. Да. Вот на этом месте, когда вы досмотрели, поставьте комментарий, как пишет Миша. Верите ли вы, что теперь только по карте будет Рома играть? Да. Такая-такая, так что это серьезно. Я иду выбрасывать мусор. В чат мы идем выбрасывать мусор. Это просто уже помешательство. Четырнадцать. Четырнадцать. Пас. Я уже сам над собой смеюсь. Ну, конечно же. Чат, мы идем смотреть флоп. Валет десять девять. Чикандофил. Чикандофил. Восемь. Восемь тысяч штат. Чат, мы забираем банк андетов. Чат, вряд ли. Удаст какая-то подошла. Это мне будет тяжело. Чек. Чек. Двадцать две. За все, верю, верю. Двадцать две тысячи. Чат, мы выиграли. Просто сразу надо было сбрасывать. Карта была хорошая в этот раз. Было понятно, что не выиграю. Да, она хорошая ошибка. Ошибка меняет стратегию. Ну, Рамсон, что у вас действительно в пип сто процентов. Вы в каждой раздаче участвует. Неправда, я две пропустил. Пару, два, два, два. Никто не заметил. Чего-то не было. А вот он и в пип. 78% у Рамана, у Магомеда 57%. И только Юрий выбрасывает 86% рук. Московский цирк. Котята, траху и слона, да? Именно, вот котят. С языка сняли. 14 лет. Освеждаю. Такого я не видел. Я видел композицию Минтона с чайкой на берегу и с бурндуком. О, по шансам. Опа. Ну, что ж. Как говорят, по шансам. По шансам, по шансам. По шансам. О, смешно. О, еще тысячу. Без скидочек, пожалуйста. Ботор, не экономьте. Я сразу чек, Анна, Яна. Все. О, на выход! Е, минус один. Попрощайтесь. Что ты... Что ты жрешь, как? Я, в отличие от вас, волнуюсь, друзья. Продюсера нагрубил. Зилера нагрубил. Я, в отличие от вас, волнуюсь. Да, похоже, Юрий каким-то грибами позавтракал. Чекю рассказал? Да, да. А Минтон собирает стрит. 25. Пасуэла. Пас. Иннокенть. А, Смуктуну. Владимир. Яна, да. Да, все. Чек. Чек. Ну, по сути, у Михаила как был нац, так и остался. По этой ситуации четверка мало что влияет. Вменяет. Вот девятка и десятка были бы неприятными картами. Ну, или пика-пика бы дала Юрию флэш. Как-нибудь с Брюсом Виллисом сразиться. Ну, по деменции, да? Колба. Юрий, разумеется, размышляет здесь не над блефом, а не над колом. Мне твои шутки не нравятся. Все время это отвратительно. Он говорит, ну, черный юмор – это как еда у детей в Африке. Ну, в смысле, не всегда доходит. Слушай, а если с таксистом прям заржали? Реальная новость. Ночью чувак в каком-то городе, я забыл в каком, квартира, дом, обычный дом, нажрался и домой пришел с конем. Жена просто охренела. Он реально притащил где-то на улице коня, взял и пришел с конем домой. Там полицию вызовет. Вот он снащил. Слушай, снова. Понятно, иногда реальные вещи, они гораздо смешнее, короче, чем придуманные фантазийные. Ну да, вот так скажи, как будто в квартиру с конем зашел. Пас. Этого чувака случайно не Николая расторгует? Пас. Как там говорилось, если бы муж пришел с конем, это был бы номер? Да, я понимаю, это 14. Рейс 14. Кол. Пас. Вот так. Хорошо сидеть. Король балет разномастный. Лучше играть трибетом, но учитывая, что 80% рук разыгрывает Роман, я думаю, кол не так плохо в позиции. Ну, в целом, конечно, и так можно и в других спотах пассивно играть. Но мы оставляем ряд доминированных рук, вот как в данной ситуации. Пас. Нельзя сдаваться, Роман Александрович, вы не сдаетесь обычно. Сейчас не тот случай. Любит левелить Юрий. Хороший спич. Возможно. Первый банк, аплодисменты, друзья, спасибо, спасибо. Ну вот чувствуется поддержка коллег, друзей, которые хотят, чтобы я победил в этом проекте. Хотят, чтобы я выиграл. Вы слышали аплодисменты? Я нет. Как обычно, Найс Хэн. Найс Хэн. Я бы сказал, что не столько Найс Хэн, сколько Уэл Плейд, но по факту здесь Эквити своей руки Юрий защитил, потому что понятно, что совпадение никто бы никогда не выбросил, карманную пару никто бы не выбросил, туз Хэн и Роман бы не выбросил. Шесть. Давайте пятнадцать. Раз пятнадцать. Распоясался. Да он все время на мой большой Блайн нападает, я тоже могу один. Пас. О. Я понимаю, что он знаменитый стример, популярный, очень известный, ну что делать. Так сложились звезды. Чайк. Чайк. Двенадцать. Двенадцать. Победа. Чат на проиграть. Нам вернемся сильнее. Чат. Кто болеет за Михончика, плюс в чате, плюс в комментариях. Страну. О, я ждал, когда это будет. Некоторое время назад у наших друзей, вот чье название выгравировано на сукне, была акция. Народный амбассадор ее отличный парень, Никита, выиграл. Но мне кажется, что в умах людей народный амбассадор это Мехон. Свой такой вот парень, который тоже не умеет играть. Ну, в общем, с юмором, с задором. И всем нравится за него болеть. Ой-ой-ой-ой-ой, это будет сквиз! 5х умножает Мехон, 70 тысяч вроде как получается. Ну, чуть пониженный размер выбрал. Изнимание. А классический здесь 70. Ну, 5х, но 65-70 значения не имеет. И мы блокируем немножко блеф диапазон. Здесь Михаил, что мне очень нравится. А против блеф диапазона под доминацией. Ну, кроме валетов. Может, десятки еще частично Михаил играет сквиз. Но просто король валет мы блокируем. Какие-то дамы валет, если он посквизил, блокируем. А против туза короля, королей дам. Туза дамы стоим не очень, да? Король даму разномастные. Здесь все-таки надо выбрасывать. Мастевые колл окей. Итак, самый крупный банк сегодняшнего дня. Самый крупный банк. Флоп называется 6.3 АМГ. С валетой мы всегда хотим ставить плотнее. Тас редко будут три улицы в Элью. Мы защищаемся от оверкард. Михон играет просто по классике, что в 3-бет поте мы заниженный сайз. Но все-таки с валетами я за то, чтобы крупнее, потому что вот именно эти руки все равно в раздаче останутся. Оверкарты. Король дамы, если зашли мастевые. Туз дама. Иногда и туз король здесь в такой глубине колл сыграет. То есть, конечно, мы хотим защищаться против них и чуть больше в Элью собирать. 80. Ну, здесь уже должен Магомед спокойно сдавать. Что? Магомед играет рейс. Савранский. Савранский дождался своего часа. Ничего себе. Ну, на доске лежат два дро. Михаил их, конечно, частично блочит. Оба причем. Но что здесь может сыграть рейс, Магомед? Ну, можно для защиты десятки-девятки так играть, как раз сам защищаясь от двух дро. То есть, здесь у Михаила не самый приятный, но простой колл. Да. Мне страшно подумать, что ж на ривере будет. А на ривере соотношение банка и эффективных стеков один к одному. Кардиолога! Ой-ой-ой, задвигает Алын Магомед. Такой мы не держим, конечно. И, кстати, у него идеальная рука для блефа, потому что, Михаил, обязательно воспользуйся опцией «Покажи карту». Можно посмотреть одну. Ну, правда, как идеально? Если короля Бубей вытащит Минтон, то, возможно, и заколирует. Да. Потому что там есть, типа, король дамы бубновые, король 10 бубновые, то есть король бубновый, которые вот так не доехали. Я могу тебе дать свою карточку, и ты две у него посмотришь. А если дама червей, то тогда, наверное, паста. Скорее всего, там две дамы. А вот посмотрю, вот будет она вообще никак не подходить. Мы с тобой можем поменяться. Ты мне дашь крутить дважды, и я в случае чего четыре флопа зафигачу. Пульс у Мугомеда опять зашкаливает. Так же было в раздаче с Романом, кого он блефовал. Мугомеда пульс огромный. Я говорю, как кардиолога в студию. Ну, ладно, посмотрим. Мы об одном и том же с Михоном подумали. Ну что, король бубей? Не знаю, зачем оно мне надо. С бастет-дро разными. Или все-таки дама? Там где шестерка, хочу шестерку видеть. Давайте вот эту ближнюю. Вот эту? Да. Ого! И зачем я это смотрел? Блин, ну я теперь могу фолдить, мне кажется. Дама шесть он завел. Даму он так засунул. Дама три. Рейс. Кол. Если я проиграю дамам, блин, я не могу фолдить. Мне кажется, очень правдоподобно там две дамы. Я ехал сюда долго из Выхина, четыре часа. Мне дадут еще деньги. Мне сейчас нормально, сейчас пробок уже меньше. Обратно так на дворы ехать. Не, ну нахрен я смотрел даму и не буду отбивать. Ну. Ну, кол. Кол. Открывай тебя. Мы теряем Магомеда. Да, я ешь. Фух. Вау. Вау. Фух. О, ничего себе. Нет, оно... А почему, а ты не подумал, что там две дамы, что он не крутил? Ну, я говорю, если я не побью дам, будет смехота. Ну, да, ну дамы странно. Рома открылся, холодно. У меня зачем крутить дам? Дамы просто было в качестве кола, кола, кола. Все, что значит, крутить. Даму, в смысле, бы при флопа агрессивнее сыграли, да? Ну, да, но дамы странные. Они могли быть, конечно. Ничего себе. Я думаю, что Магомед не учел этого момента, что можно посмотреть карту. Так-то блеф хороший с его стороны был. Нет, почему? В моем случае изображал некую старшую пару. Либо двух королей, либо двух дам. Какая разница, какую карту вы вытащили? Вопрос, поверит ли он в две пары или нет. Вот и все. Вау. Не, ну, в принципе, все по делу. Очень дорогой блеф. Ну, объективно, в любой другой игре, если бы вот этой карты не было, это решили, Василия. Все, давайте. Вам удачи всем. Магомед. Спасибо большое. Сильно сыграно. Просто, ну, и без учета вот того, что вот эта карта, она очень сильно влияет. Да. Вот потеряли одного из сотрудничек. А его же параденду. Но это было ярко. Давайте, удачи вам. Магомед, нам всем очень интересно узнать твои мысли по ходу решающей раздачи. Ну, я надеялся, что Минтон выкинет какие-то десятки свои, справится. Ну, шестерка, да, чуть мне не помешала, конечно, в конце. Но я думал справится, что он выкинет на оленд. Как бы уже чекать уже на ривере не хотелось все-таки. Как-то и... Ну, запушил, думаю, какие-то десятки выкинет. А если начиная с префлопа прям? Ну, префлоп... Префлоп как получается? Там розыгрыш был, что-то не помню. Уже заволновался, уже не помню. Роман, понятно, что открывается широко. Ты колешь, вроде у тебя в коле тоже сильных нету особенно. Поэтому Минтон-то и прочитал, что у тебя там дамы не могут оказаться. Дама шесть на его сквиз тоже выбрасывают. Ну, может быть, что я просто завел сильную руку. Как бы, не знаю, ну, бывает такое в онлайне, но... Как бы, ну, не поверил человек. Но как бы я изображал сильно. Ну, думаю, сейчас любой тренер сказал бы так, что ошибку, допущенную на префлопе, ты пытался решить уже по ходу раздачи, а этого лучше не делать. Ну, выбрал, мне кажется, не того оппонента. Если бы я сыграл, наверное, может, против Юрия. Может, и прокатило бы, мне кажется, потому что он очень тайто выиграет. Но, да, не того оппонента выбрал, мне кажется. Минтона, конечно, который миллиарды рук разыгрывает онлайн. И таких ситуаций он, наверное, очень видит. И, конечно, для него это даже легкий кол, мне кажется. Не то, что... Не сложно даже было на ривере. Мы в любом случае благодарим за смелость и эту зрелищную раздачу. И подарок от наших партнеров, спонсоров и друзей. Спасибо большое. Ты вообще страх какой-нибудь когда-нибудь испытываешь? У тебя инстинкт самосохранения есть? Вот когда ты таким командным голосом начинаешь говорить, немного мандражек. Хочется приостаняться чуть-чуть. А когда алын получаешь по риверу, так... Кипец. Семнадцать минут прошло, я думаю, куда мы собрались? Чего? Куда погнал? Ну, слишком крутая карточка. Посмотри карту, она слишком имбовая. Повезло. Я, в принципе... Ну, мы вот с Юрой это обсудили тоже. Я, в принципе, уже был в пассе. Потом думаю, ну, ладно. Как будто алын – это все отличный вариант посмотреть картинку. Ну, покажет шесть – супер. Показал не шесть. Ну, что делаем? Надо отбивать. На что я хотел увидеть, зачем я-то ее тратил. То есть он ривер подрезал фулы немножко. Ну, да, да. То есть что у него? Карет, что он шестерки как-то. И что он так снэпом? Ну, этот помог. Пульс тоже, там, сто сорок. Такое, понятно, что это, ну, значит, что он просто нервничает. Дамы, типа, там вообще не могут. Они так не сыграют. Ну, да, да, да. Ну, остается. Дама шесть какая-то. Непонятно, что, куда. Зачем он ее резил терн? Так что... Взял яичишки в кулак. Думаю, чат бы осудил. Я отобью. Если вылечу, скажу кулер. Не повезло. Выиграю. Молодец. В чем-то наврал, что ты ехал из Выхина. Ты же не оттуда ехал. Ты скрываешься? Нет, оттуда. Ну, да, сейчас не ошибка. Забуду следы. Я сейчас выиграю с перстнем, поеду. Я надеюсь, побежу, чтобы не проследили путь. Мне кажется, вот сейчас с твоим стеком удвоенным очень возрастает в пип резко ширина диапазонов. Она, мне кажется, шире, чем вообще, в принципе, существует количество карт. Ну, в пипка подросла. Скрывать не буду после этой раздачи. Ха-ха. Ну, катаем по чучке. Удачи. Спасибо. Изображал большую пару. Не, ну, просто представь, что ему говорят, открой карту, он открывает, и что, ну, действительно, что он может показать. Ну, показать-то нечего. Я думаю, он забыл сам. Пятнадцать. Пять-пятнадцать. Почему-то вспомнилось, что мальчик, умеющий читать мысли, проиграл девочке, не умеющей думать. Так, пятнадцать. Сколько? Пятнадцать миллионов. Зашел в магазин, все, порублю вот это. Да-да-да. Но Михон, парень веселый, не обидится. Вот мы бы с Юрием выкинули, и, может быть, даже с Ромой. Потому что, увидев особенно даму червовую, а там на доске бубновые и трифовые флэш-дрол лежали, я бы подумал, но, видимо, точно дамы. До флопа можно сыграть кол с дамами. А, его пришло. В такой глубине не обязательно переставлять. Потом сквиз мы колем. Ого, не понял. Ребят, когда хорошее, надо поставить. Ну, единственное, я думаю, что здесь прав Михаил, что две дамы тоже определенные, была в кетчер уже, нет, там трех улиц в Элью. У Михаила же есть в диапазоне Королей и Тузы. Пара трипс. Да, ребята. Все ловушки стоят, я думаю, друзья. Магомед, конечно, исполнил. Нет у тебя больше друзей. Да, я уже понял. Твой друг ушел только что. Единственный. Но дал в долг. Да, это прям... Ну, красивая раздача со стороны обоих, авантюрный блеф от Магомеда. Смелый кол от Михона. Не помню, ребят, стриты, вот когда Салтыкова, СТ, это первый, да, тоже был, по-моему, уровень? Когда Улын, три Улына. Три Улына, нифига себе. Так, реально поздно вечерков. То есть он переволновался. Тройной Алон там, Алын там был в первом сезоне. Двенадцать. Это, я так понимаю, за штрихи, да, вот это? Фрейс за штрихи, да? Сет был у Ирины Салтыковой, стрит был у СТ, и старший стрит у Виктора Балиновского. Спасибо, я вас тоже очень недолюбливаю. Ну и что? Ну вы очень интересны в жизни, поэтому кол. Чтобы просто продолжить общение, Роман Санк. Так-то нам никто не мешал разговаривать. Пока я нас даю карты просто, да. Ну это Когти Орла там или все остальное. Пятнадцать. То есть вы сразу попали в четверку, в семерку, да? Надеюсь, что и вы тоже. Потому что хотелось бы продолжить сейчас с вами общение. Пятнадцать. Потому что сейчас бабах, и мы не продолжим. Продолжайте общение. Вот у меня четверки нет, tridicet, да. Вот что вы скажете? Ну нет у меня четверки, Роман Санк. Нет четверки? Нет. Клянете, что четверки нет? Нет, ну покер можно врать, но сейчас нет четверки. Нет четверки? Да. Ну я не могу, если вы говорите, что у вас нет четверки. Да. Четверки нет. А вы даете тридцать. Да. Какая вежливая беседка мне нравится. Ну давайте посмотрим, да. Роман Санк, это очень интересно. Нет. что-то если у вас нет четверки, как бы я чек. Сверю, сверю масть. Все черные, если херач. Кто-то, видимо, Роман Вуха подскал, что десятка натернет. Что у вас с пульсом, Роман Александрович? Так, где вы? 103, высокий. А, это для вас высоковат пульс. Мне пульс помог немного. Пульс высоковат для вас. Выдыхаю, останавливаю. Я останавливаю сердце. Роман Александрович, ну вы же, если платили 15, 22 для вас вообще, это, ну, как бы просто подарок, ну, как не подарок, а вообще легкую. Просто в легкую должен быть кол. Ну, да, вот так выбираю. Раз, быстро. И кольнул, да? Понятно. Чек. Чек. У меня десятка. Покажите. Ну, блин, вы убили мою семерку. У меня семерка была. Я знаю, вы же мне честно скажете, что четверки у вас нет. А у нас джентльменам принято верить. Тут-то мне и поперло. Тяжело с продюсерами играть, вы понимаете? Да. Невозможно. Очень тяжело. Но мы будем бороться. Четыре-восемь. Ох. Тяжело здесь. Это... Предание. Это мандраж. Это мандраж. Предание. Ну, Магомеду, видишь, как... Освежило. Он сейчас греется уже. Да, он решил пойти... Не надо ему завидовать. Магомеда, да. Это было не просто смело, это было пипец как смело. Это было абсурдно. Ну, по сути от того, что у нас есть карточка, он просто заразил. Спасибо. Продолжим, Роман Александрович. Без сомнения. Ну, да. Четырнадцать. А уже нельзя. А, восемь. Восемь шестнадцать, да. Просит побольше. Саряныч. Ах, Роман Александрович, Роман Александрович. Давайте, дорогой, давайте. Мне никто не верит. А я играю по карте ведь. Честно, блин, всегда. А здесь уже сложно будет Роман Александрович выиграть. Ну, здесь сложно попасть во флоп, поэтому чек. Чек. У Юрия над свой флэш-дро. Чек. 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 А здесь бы я ставил на месте Романа небольшую. Чек. Чек. Все-таки король хай какие-то выбиваем, опять туз хай. Ну, давай пятнадцать, шестнадцать. Пятнадцать, шестнадцать. Ну, что это такое? Ну, купас. Ну, что-то там купас. Ну, такое там типа. Ну, а лынь, не а лынь, не знаю. Что-то все чек, 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 чек. Да, азарт, азартная игра у нас. Ставка от Юрия тоже не очень понятна на ривере. Выбивал дележку, туз хай. И действительно, как вылетел, ну и ладно. Тут это, да, последний раз, может быть. Так и есть. Пас. Так, на Мишу уже... Я вам открою небольшую тайну, которая касается перстня, которую мы сегодня разыгрываем. Так. Поскольку заказывал его у Ювилера я, я сразу, на всякий случай, дал свой размер. Сомнений. Поэтому... Сомнений в этом не было никаких. Роман Александрович, в холодной воде мы все одинаковые. Какая разница? Пальцы не сморщиваются настолько, как все остальное. Так, ваше слово первое. Два. Двадцать. Нет, здесь Михона не выбить. О. О. Не первый раз защищает король два раза, и с королем червей. Но в этот раз попадает... Папа-сын пришли. ...старшую пару. Ну, по правилам, две пары. Сто пара, а не оба. Но одна-то пара есть у обоих. Это называется домашнее насилие. Как минимум. Вот, друзья, флоп. Домашнее насилие. Папа-сын с топорами. Сорок пять. Сейчас дама, тогда вообще все будет понятно. И мать придет, всех разгонит. А что тут стул? Абьюз. Ох, е-мое. Либо сын с топорами, либо отец с топорами. Подставная карта для Батора. Три топора. Здесь Минтон будет целиться в Тузахай или Валета. Да, сколько заплатит Тузхай, сколько Валет. Что там чаще, Тузхай или Валет? Если мы в Тузахай метим, то, наверное, поменьше поставим. Валет мог и больше заплатить. Флухаус, на короля. Семьдесят пять, пожалуйста. Круто. А, это что, несложно. Минтон решил сначала с петельчиками разобрать. А потом за селебритисы сядут. Просто, знаешь. А селебритисы подойдут, нет? Селебритисы в втором акте. Первый же круг всех. Женю вас. Ну да, у Минтона уже почти два с половиной стартовых. Это при том, что стартовые по 250 больших планов были. Миша, знаешь что, у меня же тоже на покерке есть стримы. Просто не такие частые, как у тебя. И мне все время в чат заходил Магомед. У тебя уже и возраст такой. Ну, естественно. Стримы все реже и реже. Хороший. И он, знаешь, что я говорю, Юра, говорит, держись крепче. Потому что, говорит, я тебя, говорит, да, я изучил твой стиль игры. И все остальное, но они, видишь, не пересеклись. Она не успела. Он реально изучил. Он все противознает, кажется, но, блин, не сыграли. Не сыграли, да. Да, он тоже. Но у него было прям важное стиле. Он переволновался маленько. 16, Раиса. Не, ну могло и прокатить. Почему? Стоп, могло и прокатить. Две пары на флопе. Роман Саныч, я уверен, просто уверен. Если бы не было вот этой карты, не было бы этой информации, был бы пас. Слушай, ну это, ну, нет смысла колоть в начале игры. Я бы не отбил, это очень тяжело. Я без нее-то выкину. Я думаю, нафиг ее тратить там сейчас 6. Конечно. Потом думаю, ладно, посмотрю. 20. Я выкну, так что, конечно. Ну, нет, это реально смело. Ну, то есть, он такой аркадненький, но подив какой-то такой. Он, в принципе, свой план правильно сделал. Но он забыл. Ну да. Просто в одной из передач у меня была ситуация с Зайей. Тоже летел вал-ин, и я забыл использовать карту. Выбросил девятки, там что-то такое. Мне говорят, а что ты карту не используешь? Я такой сейчас... Я оба тоже забыл. Вот я, типа, первый играл вот три назад, там использовал. А вот когда сейчас сюда отобрался, я тоже забыл оба раза. Я с ними заканчивал. Как дурак. Ну да. Так, это, конечно, темба, да. Ну вот это профессионалу, может, где-то мешает. Потому что в реальной жизни-то такого не бывает. Так, Роман Александрович, на большом ланде надо поаккуратнее. С уважением, конечно, относиться. Наоборот, надо атаковать. Снадцать. Решу. Пишу, как махорки. Паспорт. Ну, я имею честь атаковать вас. Коль. Коль. Так, ну, я чеканул. Чек. Четырнадцать. Четырнадцать. Ну, четырнадцать-то ленивый не поставь. Ты же. Чек. 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 Ну, я думаю, неплохо сдаться именно против Романа, который очень неустыпчивый. И не выкинет здесь ни пятерку, ни восьмерку. А на Ривере можно подумать над Добором. Сорок пять. Вот я уверен, что у него дама-король. Вот просто уверен. Так. Неужели неправильный колл сделает Роман наконец-то? Возможно, даже пиковый. Ну, вряд ли. То, что у него бус. Не, ну, оно того не стоит. Молодец, Роман. Очередной отличный пас. Трутелера брал. Малиновского брал. Минтона не взял еще. Роман Александрович, вот вы играете самые дорогие турниры на Джи-Джи по кирке. Десятитысячники. Из всех оппонентов, которые звезды там присутствуют, какой для вас самый неудобный? Самый вот, ну, прям вот. Там дебилов-то много, господи. Хороший ответ. Ну, как, ну, ты видел у меня последний раз. Да. Мы два раза ол-ин заколировали. У меня готовая комбинация по стрит-дыру как бы и на ривере купили. По гатшоту, да. Чисто... Нихерное слово в голову пришло. Творческие соперники. Тридцать две. Тридцать две. Тридцать две. Тридцать две. Тридцать две. Любят дамы Евгения. Второй раз. Три бета лучше бы покрупнее. А все немножко выдохнули, да? Слава богу, я не первый вылетел. Да, вот это вот было, да, ведь у всех? Конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я думаю, что в такой большой глубине Михаил бы заколировал три бета большего размера. Но против плоскача абсолютно закономерный кол. Две пары наловили. Будем играть сразу чек-рейс. Защищая эквити наших младших двух пар. Ставь по тридцать две. Имеет невероятное психологическое влияние на оппонента. Восемьдесят пять. Рейс, восемьдесят. Он просто не читал эту книгу. Я ее писал, поэтому я знаю, как он думает. Хороший пас от Евгения. Мы должны делать ставку продолжения в три бет-поте в король хай доски. И здесь ряд дро может оказаться. С дамой продолжать тяжело. Но именно поэтому, конечно, в такой большой глубине до флопа минимум в три раза надо переставлять. Хотя не ошибка и в четыре. В таких стеках, а то и больше. Роман Садович, это же... Это история храмов. Храмы на костях, храмы на... Это же история. В Риме есть целый храм из черепов построенный. Ну, в Риме, понятно. Мне кажется, у нас избегают как-то... Ну, как вся история с лаврами. Мощи и так далее. Нет, нет, нет. Это есть... Мне кажется, это похоже на предыдущих оппонентов в Вечернипокере. Вот скальпы, да. Да. Игры, что аналоги. Кол. Кол. В перерыве надо будет накатить. Что-то нету того задора. Ах, вот это... Поддерживаю. Что-то прохладное здесь. А что? Они хлопнули нам по рюмашке? Заметьте, Костик. Я это предложил. Многие знают эту фразу, но... Насколько наша аудитория изменилась? Чек. Чек. Напишите в комментариях, кто помнит фильм «Покровские ворота» не только по крылатым праздникам. За сто тысяч. Двадцать три. Двадцать три тысячи ставка. Так, а можно писю посмотреть? Пас. Пас, пас. 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 Чек. Чек. Перспективная очень рука на флопе была у Юрия. Ой-ой-ой. Ну такой ронал, что блефовать здесь сложно. Третий. Ну это, по сути, блокбет, хотя здесь туз хай не выбрасывается. Я бы на месте Юрия чекал и, может быть, пробовал ловить блеф из каких-то кармашек, превратившихся в тыкву. Какие-то восьмерок. Он просто коллекционирует. Он коллекционирует королей, да? Он просто вот нравится, когда их много. То есть король всегда там есть. Виват, король, виват. Виват, король. Прикольные часики. Это этот, этот. Этот же, да? Это он? Это Юбот. Юбот. Слева вот эта история. Непонятно, зачем. Они же делали изначально эти для водолазов. Это поэтому у них с этой стороны, у них вот эти вот огромные вот эти часы. Ну что скажут водолазы? Думаю, что рейс. 16. Рейс 16. Что, давно я не играл? Давно не брал я в руки шашек. Ну, началось. Вот это дисциплина. Красавчик, знаешь. Красавчик. Король 10 и валет 7, конечно, разномастный. Заводить не очень хорошая идея. Король 10 можно было бы здесь через квиз сыграть. Но, наверное, не с таким оппонентом, как Роман. Хотя, в то же время, в то же время, Роман у нас может завести руки слабее. Но, в результате, очень интересно. За эту доску зацепились все. Старшая пара у Евгения. Такая же у Батора, только с кикером чуть ниже. Двусторонка у Романа Александровича с бэкдорным флэшом. И младшая пара, но с гадшотом у Юрия, который превращается в две пары. Но Роман собирает стрит. И имидж Романа может дать ему возможность здесь собрать все-таки определенное вэлью с Юрия. Ну, 25 это подарочная ставка для Юрия Починского. Потому что ему, конечно, выбрасывать здесь не очень хотелось бы. Две пары. Они еще имеют усиление на фулл, если что. И, в целом, неплохой рейс позиции от Юрия. Ты говорил, я давно не играл. Да, точно. Я приблизительно так и сказал. Ну, мне нравится этот рейс позиции. Это можно считать таким блокбетом своеобразным. Потому что на ривере мы играем чекбэк, если фулл не собираем. А, вот так вот. Дележка приехала. Последнюю карту мне все испортило. Да, это правда. Ну, облифовать здесь никто не решился. Потому что Роман был без позиции, без инициативы. А Юрий опасался и флэша, и дамы. Говорится, дуплетом отскочил. Да. Риверочек такой. Ну, еще раз отметим рейс позиции Юрия. Сильная игра. И, главное, если бланк, чек-чек, мы не должны на ривере платить большую. А какой? Мы профессионалы на своем уровне. Можно мы поговорим? Ну, не поймем. Вот этот. Раззербанили их фишки, и что, нормально? Кстати, выйти с вами в Казапдул, большиня чека, это успеха. Все, это смешно. Обыграть блондин. Вы манил, не от этого заманил. Обыграть блондин, это пропаку на Юшмиле. Ой, не говори. Смерть от нормы, а я. А этот сидит, чек. Ой, стыдно, стыдно. Это такое высокое название. Причем не покер. Скорее, смех какой-то. Куром на смех. А, ну ты, правда, про сапоги петуха говорили. Так, а скажи, а романы у тебя какие-нибудь были в этих странах? Какие-нибудь интересные заболевания, которые ты привозил? Я женат. А, черт, я забыл, извини. Вот это потом вырежьте, пожалуйста. 26? Не вырезайте. Оставьте, какая-то. Зачем я 26 порызил? Сейчас сколько здесь? 8? Здесь 8. Сыгрался. Вот. Ладно, у нас там барабан все каких-то шептунов пускает. Начал я шутить в стиле участников этого стола. Ну, много он что шепотом говорит. То редактором, то соседям. Ну, Михон опять собирает лучшую комбинацию. Не сложно так играть. 56. 56. Когда у тебя все время лучшая рука. Но это не отменяет того, что кол с валетом был очень тяжелый. Кто-нибудь этого блондина остановит сегодня или нет, а? Невозможно. А я перекрашусь. Как только вы остановитесь, блондина выйдет в брюне. Это какая-то шмурка какой-то. Угу. Что-то они против нас что-то замышляют. Просто какой-то склад здесь фишек. А, да. Прекращательно. У нас есть более крупные, да, дополнительные обмена? В смысле, игроки? Да. Я довольно толстый так. Давайте поменяем его на заичинка. Миш, нельзя все раздачи выиграть. Млажно. Проиграй одну для профикс, или как это называется. Для баланса. Протекция, или как это? Невозможно уж так загребать, как пылесос. Кло. Мы что, последняя раздача перед перерывом по чесноку сыграем? Ну, давай. Алоэн. Чек. Чек. Хотя должен был крутить. Почему? Что на меня сейчас такое нашло? Нашло. Моя? Угу. Это вылет Магомеда на тебя повлиял. Да. Он на нас всех повлиял. Восемь. Пас. Восемь. Пас. Успеваем еще. Теперь последняя, да. Может, крайняя? Нет, обязательно последняя. Ну, слушай, русский язык, давай, нет никакого слова крайняя. Есть только плоть крайне, и все. Да, да, да. Ну, есть же. Ну, и не у всех, правда. Мы, значит, теку религиозную не поднимаем. Ни в коем случае. Это все Минтон. Все его игра. Неожиданно. Да. Пас. Сейчас опять на мой большой блайндер. А вот нет, я пас. Неужели? Скидывай, пошли накатим. Да, не надо. Давай, дайки на мой большой блайндер. Я 16. Да, конечно. Пас. Я старался. Да. Я пас. Ну, мы же не можем это как-то поддержать, как говорится, в процессе. 8-7-6, флоп. 0-5-4-6. Чтобы в ту или иную сторону было любопытно. Ну, тут все понятно. Чек. Хорошая доска для Евгения. Ставка продолжения. У нас двусторонка. 16. 16. Ну, зачем тебе это было надо? Ну, как? Ну, перестань. Та-та-ра-та-ту. Перестань. Так. Это все понятно. А вот кол Юрия мне не очень понятен. Видимо, есть план. Жду я. Так. У Юрия появилась двусторонка, у Евгения появилось совпадение. В фаберже не было. Вот так вот. Я вот так жду. 23. С напряженным лицом. Что? Ну, сейчас чек-рейс можно сыграть Юрию. По-моему, без позиций кола, а что будем делать на ривере? Да. Или через лид надо было играть Юрию? Чек. Ну, купил он все-таки шоу-даун. А у Евгения добор все равно есть. Ривер и Рома пойдем выпьем. А ты все 15, 25, 35, 40, 80. Ну, хотя смотря какую ставку выберет Евгений. Если небольшую, то может и вскрыть здесь Юрий Пачинский. Могу? Нет, ты можешь посмотреть. А, посмотреть, да. Там разные фишки. Синенький и беленький. И зелененький. А желтенький есть? Желтенький есть. Можешь спокойно посмотреть без экшен. Я уже чекану. Зачем тебе ставить? Чек да посмотрели. Вот ты сейчас даже для меня неубедительно. Слопа, да? А говорю, Роман Саныч, пойдем, говорит Юра, выпьем. Предложение было такое. Никто не слушает Романа Саныча. Вот и впереди паровоза поспешил Магомед. А этот час пролетел незаметно. Шоу Маст Гон. А, ну по семерками. А где-то рядом дилер с новой колодой. Мысли приводят в порядок. Не пытайтесь критиковать мои пороки. Я игрок и по жизни мне все покер. Мне все покер. Я в плюсе, я на подъеме. Это азарт и настоящая страсть. Я уже в финале. Этот банк огромен. Я его заберу. Конкретно заходит масть.